Отставка Суркова, на мой взгляд, была предсказуемой и неизбежной. Это старый-старый конфликт и проблема, когда человек создает Франкенштейна, думая, что он будет им манипулировать, а потом Франкенштейн съедает этого человека. Примерно такая же ситуация и здесь. Сурков одаренный, интриган, ловкий политический менеджер, человек, который плетет разного рода замысловатое кружево, кого-то убеждает, кого-то подкупает, кого-то запугивает, выстраивает политическую систему, которая эффективно контролируется сверху, нейтрализует то, что называется гражданским обществом, оппозицию и так далее. И эта система, которая им была создана, начинает себя чувствовать все увереннее и увереннее. И в конце концов, когда ей надо укрепить себя, она понимает, что Сурков для нее слишком умный и слишком сложный. Гораздо проще поддерживать контроль над ситуацией, захватив командные высоты, с помощью бейсбольной биты или клюшки для гольфа. Дал битый в лоб и проблема решена. И вот все эти Сурковские хитрости, они оказались просто ненужными, невостребованными. Так что он сделал свое дело, он может уходить. Конечно, его уволили. Но, с другой стороны, он и сам понимал, что то, чем он занимается, это не его масштаб, это не его талант, это не его специфика. Его как бы так отправили в полупочетную отставку. Ну, что такое Роснано или для Суркова? Почти то же самое, что для бывшего члена политбюро сельское хозяйство в советские времена. Ну, вот он год как мог там работал. Потом ему довольно грубо дали понять, что его работа высшее начальство не устраивает. Сам он не нужен, таланты его невостребованы. Пора на пенсию писать мемуары.